Уважаемые коллеги, я представляю раздел наших клинических рекомендаций по патологии костной ткани. И это состав нашей рабочей группы, которая в этом году пополнилась помимо онкологов-химиотерапевтов, еще и радиологами и хирургами-ортопедами. Долгое время этот раздел не претерпевал никаких изменений, поскольку новых препаратов и новых диагностических опций не появилось. Но с развитием телемедицины становится понятно, что нужно более четко прописать кое-какие моменты, для того чтобы онкологам на местах были понятны определенные вещи. Поэтому я в своем докладе сосредоточилась на трех моментах. Это вопросы диагностики, вопросы режима и длительности применения и нашей тактики в отношении остеонекроза челюсти. Как вы все знаете, у онкологических пациентов две основные проблемы, связанные со скелетом. Это метастазы в костях, которые грозят развитием костных осложнений, которые требуют, с одной стороны, большого и финансового вложения в купирование этих костных осложнений. И вторая проблема – это потери минеральной плотности костной ткани на фоне противоопухолевитерапии, которая нам грозит развитием переломов. Ну, спектр диагностических возможностей, он прежний, достаточно широк. Мы используем изотопные методы исследования, рентгенологические, МРТ. Что касается развития остеопороза, то основным методом диагностики является денситометрия. Лабораторные тесты также неизменны. Минимальным набором для определения, я считаю, необходимо внести кальций и креатинин. Маркеры костной резоркции также не используются в рутинной клинической практике. Остус синтеграфия – наш рутинный метод, когда мы используем фосфатные комплексы изотопа технеция. Этот метод нам позволяет визуализировать метастазы первичной опофоли костей на самой ранней стадии развития, вплоть до их развития на рентгенограммах. Но надо помнить о том, что этот метод обладает хоть и высокой чувствительностью, но специфичность его невысока. И высокое накопление изотопа может наблюдаться и при травмах, и в воспалительных гистрофических заболеваниях. Также мы имеем дело с сложными отрицательными результатами при литических очагах. И что самое важное, что активация кости образования в процессе противоопухолевого лечения неизменно ведет к появлению новых, либо увеличению имеющихся горячих очагов. И это как бы может быть неправильно интерпретировано. Другой, более молодой изотопный метод – это позитронно-эмиссионная томография. Также имеет свои особенности. Во-первых, торт-дезоксиглюкоза – это не специфичный для костной ткани радиофарм препарат. Также путем ПЭД мы не способны выявлять опухоли малых размеров и дифференцировать с воспалительными заболеваниями костной ткани. Надо помнить, что остеус специфичностью обладает ПЭД с торидом натрия, но это не рутинный метод. Это метод дорогой и малодоступный. И в сложных случаях мы можем использовать альтернативные методы с высокой туморотропностью и специфичностью. Это ПЭД с холином и вторхолином при раке предстательной железы и ПЭД с галлием при нейроэндокринных опухолях. Поэтому на что в этом году мы хотим обратить внимание? О том, что сцентография скелета и ПЭД – это методы первичной диагностики метастаза в костях. Эти методы мы не используем для контроля заболевания в процессе лечения, потому что невозможно читать такие выписки, когда на основании появления новых очагов при сцентографии пациенту отменяется высокоэффективное противоопухолевое лечение на основании прогрессирования якобы заболевания. Контроль в процессе лечения мы осуществляем при помощи либо компьютерной томографии, либо магнитно-резонансной томографии. Эти методы считаем приоритетными. При недоступности и невозможности применения МРТ и КТ – обычная рентгенография. И в динамике целесообразно использовать один и тот же метод. Если мы начали оценку динамики с МРТ, значит, в процессе лечения мы используем МРТ. ПЭД-КТ – это гибридный метод, который может быть применен для диагностики и для контроля за заболеванием. Но здесь тоже имеются свои «но». Например, ПЭД-КТ не используется при раке простаты, поскольку он становится информативным только на поздних стадиях заболевания. А если мы используем ПЭД-КТ для контроля очагов, то оценка должна производиться по критериям РИД-Персист, когда оценивается и степень накопления, и площадь очага. И в рутинной практике рентгенологи нам таких данных не дают. Многие могут сказать, что КТ и МРТ – это трудозатратные и сложные методы диагностики. На что можно сказать, что для динамической оценки нам не нужно оценивать каждый метастатический очаг в скелете. Мы должны отслеживать изменения только в клинически значимых костных очагах. Это опорный скелет, позвоночник, трубчатые кости, кости таза, вертельная зона. Все остальные участки скелета не требуют такого частого динамического контроля. Потому что общий эффект терапии мы в любом случае будем оценивать по критериям РЕЦИС на основании динамики других не костных очагов. Исключением могут составлять пациенты, у которых костные очаги, они немногочисленные и являются единственным проявлением заболевания. Тогда в этих случаях, в случаях олигометастатической болезни, мы, конечно же, будем использовать как рентгенологические, так и изотопные методы исследования и уже интерпретировать комплексные данные с учетом общеклинической картины заболевания. Остомодифицирующие агенты мы назначаем только после подтверждения метастатического поражения при помощи МРТ либо рентгеновских методов. Сама по себе сцинтеграфия не является основанием для назначения антирезерактивной терапии. На протяжении всего лечения необходима сопроводительная терапия препаратами кальция и витамина D в разных клинических исследованиях и в разных рекомендациях всегда имеется разная дозировка этих препаратов. И вот на основании литературных данных все-таки для взрослого человека мы приняли такую среднюю дозу кальция 1000 мг в сутки и витамин D тоже около 1000 мг в сутки. Длительность антирезерактивной терапии определяется индивидуально, она должна продолжаться длительно. И прогрессирование процесса в костях или развитие костных осложнений в процессе применения этих препаратов не являются показаниями тех отменек, поскольку есть данные по предотвращению повторных множественных скелетных осложнений. И при необходимости остомодифицирующие агенты, конечно же, должны совмещаться и с анальгетиками, и кортикостероидами, и другими методами терапии. На сегодняшний день применяются остомодифицирующие агенты. Это препараты группы бисфосфонатов, наиболее активным из которых является заледроновая кислота и деносумаб, который показал свою большую эффективность, чем заледроновая кислота в плане предотвращения скелетных осложнений. Совместное применение разных остомодифицирующих препаратов недопустимо. И также необходим контроль биохимических показателей. Это кальция и креатинина. И пациенты, которые имеют нарушение почечной функции, они требуют корректировки дозы заледроновой кислоты, либо в тяжелых случаях на перевод на терапию деносумаба. Что касается длительности применения остомодифицирующих агентов. Как вы знаете, в 2017 году вышли результаты большого исследования по сравнительной оценке применения заледроновой кислоты один раз в месяц и один раз в три месяца. И это исследование показало абсолютно одинаковые результаты в плане предотвращения скелетных осложнений. И я знаю, что многие мои коллеги уже приняли на вооружение эти данные и уже назначают заледроновую кислоту пациентам один раз в три месяца. Но я хотела бы обратить ваше внимание на следующие моменты, касаемо этого исследования. Во-первых, в исследовании участвовали пациенты раком молочной железы, раком простаты в основном. И первичной конечной точкой было число больных с костными осложнениями в течение двух лет от организации. Конечно, если мы посмотрим на результаты, то трехмесячный режим обладает лучшей комплоентностью, меньшая частота остеонекроза челюсти отмечена, меньшая частота почечной токсичности. Но если мы посмотрим на скелетные осложнения, то в группе трехмесячного приема намного больше переломов костей, сдавления спинного мозга, необходимости проведения хирургических манипуляций. Поэтому мы считаем, что переход на режим применения заледроновой кислоты один раз в три месяца возможен только после трех-шести ежемесячных введений заледроновой кислоты, поскольку рекомендации мы пишем для всей популяции онкологических больных. Например, пациентов с мелкоклеточным раком легкого, у них нет таких временных перспектив, как у пациентов с раком молочной железы. Они нуждаются в улучшении качества жизни в кратчайшие сроки, поэтому такой более редкий режим применения в этом случае неприемлем. Удлинение интервалов при применении Деносумаба не рекомендуется, потому что есть данные по усилению развития костных осложнений, увеличению их количества, и ведутся текущие исследования также по трехмесячному применению Деносумаба в 2022 году, окончании этих исследований, но вряд ли они что-то изменят в режиме введения. Что касается длительности терапии, применение остомодифицирующих агентов должно продолжаться неопределенно долго в течение всего заболевания. Терапии без фосфонатами мы можем прекратить у пациентов, опять же, с солидным и тестатическим поражением костной ткани после достижения двух лет стойкой ремиссии. То есть это должно обсуждаться в индивидуальном порядке. С учетом параметров фармакодинамики Деносумаба он должен вводиться ежемесячно. И если мы применяем у пациента Деносумаб и на каком-то этапе мы не можем продолжить терапию Деносумабом, то мы должны перевести этого пациента на терапию без фосфонатами, потому что есть опасность возникновения такого синдрома, как рикошетный остеолиз. Об этом нужно помнить. Профилактика потери минеральной плотности костной ткани, предотвращение переломов. Здесь используются те же самые препараты, только в другом режиме, один раз в шесть месяцев. Показаниями для назначения являются остеопороз или остеопиния, определенные при помощи денситометрии, которые мы рекомендуем выполнять пациентов перед назначением ингибиторов ароматазы далее ежегодно. Существует такой некий калькулятор, помощник онлайн ресурс ФРАКС, но этим калькулятором не во всех случаях можно пользоваться, поскольку, несмотря на то, что он рассчитывает индивидуальную десятилетнюю вероятность низкотравматичных переломов с учетом расовых особенностей, возрастных особенностей, но он не учитывает такие облигатные факторы развития остеопороза, как прием ингибиторов ароматазы и прием гонодропин-релизинг гормонов гипофиза. Поэтому это не для этой категории больных можно использовать. Денситометрия – это несложный метод исследования, который мы можем рекомендовать нашим пациентам. И помимо остеопении еще существуют факторы риска, которые мы также должны учитывать. Это старший возраст, это низкая масса тела, это курение, это наличие переломов шейки бедра в семейном анамнезе или в возрасте после 50 лет любые переломы, прием кортикостероидов и наличие двух как минимум факторов риска тоже переводит больного в категорию пациентов, которые нуждаются в медикаментозной поддержке. И что касается вопроса остеонекроза челюсти, очень много по поводу этого осложнения в последнее время запросов. Что мы знаем на сегодняшний день? А мы знаем то, что причина по-прежнему точно на сегодняшний день неизвестна, что частота этого осложнения составляет примерно 2%. Она возрастает с длительностью лечения и возрастает при одновременном применении антиангиогенных препаратов. И провоцирующим фактором в большинстве случаев является экстракция зуба. И ни в российских, ни в зарубежных рекомендациях мы нигде не найдем абсолютно четкого алгоритма, как нам нужно поступать в отношении этого осложнения. Поэтому для каждого такого пациента необходим мультидисциплинарный и индивидуальный подход. Мультидисциплинарная команда в составе онколога, химиотерапевта, рентгенолога, стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, они должны определиться с таптикой лечения в зависимости от стадий этого осложнения, типом проводимой противоопухолевой терапии, онкологическим прогнозом пациента, его сопутствующими заболеваниями. И методы лечения здесь могут быть и консервативные, и хирургические, и направленные они на контроль симптомов и борьбу с инфекцией. Максимально мы можем основываться, во-первых, на стадировании и на стратегии лечения от Американской Академии челюстно-лицевых хирургов, поскольку наибольшие литературные данные ссылаются именно на эти рекомендации. Я напомню, что нулевая стадия остеонекроза челюсти – это рентгенологическая находка при проведении рентгеноскопии, когда у пациента отсутствуют какие-либо симптомы и жалобы. А уже первая стадия – это уже имеющиеся открытые очаги некроза и костные свищи у пациентов, у которых нет жалоб и нет признаков инфицирования. И именно при первой стадии рекомендовано в международных рекомендациях пересмотреть показания к продолжению терапии остеомодифицирующими агентами. Уж я не говорю про вторую-третью стадию, когда это уже практически требует хирургического вмешательства. Если мы определимся и посмотрим на инструкции по применению экс-живы и изолидроновой кислоты, то конкретики здесь тоже нет. При Деносумабе написано, что перед началом терапии необходим профилактический осмотр, индивидуализация пользы и риска. И следует рассмотреть возможность временного прекращения... Светлана Геннадьевна, у Вас уже больше минуты Вы переговариваете. Пожалуйста, у нас в регламе. Сейчас я заканчиваю. Также при применении изолидроновой кислоты сказано, что нет данных, что прерывание лечения может как-то улучшить этот прогноз у кого больного. Поэтому мы рекомендуем перед началом применения любого остеомодифицирующего агента выявить очаги, удалить зубы с плохим прогнозом, проверить все протезы, информировать пациента о гигиене. Если пациенту необходимо в процессе применения остеомодифицирующих агентов удалить зуб, то мы должны приостановить очередное введение остеомодифицирующего препарата, назначить антибактериальную терапию, удалить зубы. И в случае диагностированного остеомодифицирующего челюсти остеомодифицирующего агента отменяется. И в заключении я представляю наши основные режимы по применению остеомодифицирующих препаратов. Зеленый – это при метастатическом поражении костей, розовый – для снижения риска развития остеопороза. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...